Йоу пироги, как всегда по средам, Dragones Mobile, смотрим, что нам завезли локализаторы, ну и сегодня еще поднимем тему продажи аккаунтов. Погнали в яркие и ярчайшие замечательные события у нас появились, что правильно, сокрыты сокровища души дракона за бабусы. И награда за входик, буду давать нам монетки миньончика, чтобы дособрать, прокачать наших миньончиков, чтобы докупать осколочки, например, пант, который вы прослакали на защите командира в прошлые сезоны. Ну и за последний седьмой день сердце спрайт, аж целых две штучки яйца спрайтов и вентик, надеюсь, ребятки, вы покупали паки яичишек. Со скидочкой, 1278D монеток они стоили, и, как я советую, желательно покупать, они обычно идут прямо перед ивентом. И погнали в рыночек, сейчас у нас немножко поменялся. Тут у нас что есть, мешочки нефритов боб и паки благословления пандоры, наверное, стоит их брать, либо пандорки пособирать, либо пособирать нефритики. Там рандом, но могут выпадать стихийные нефриты, необходимые вам для комбы. Также защита командира у нас продолжается, можно регой за 10 побед собрать 3 осколочка ядра Уэллскуда и 10 сердцу элемента тьмы. Это относительно новые миньончики, новая комба миньончиков. Их пока можно только либо отсюда собирать, либо за донат. Также у нас добавился новый костюмчик, сейчас мы его глянем. Это вот такой костюмчик Ирини, ну такой своеобразный, ну честно, Навара мне не очень нравится. И теперь затронем тему продажи аккаунтов. Я, это, конечно, мое сугубо личное мнение, я вам покупать не советую. Потому что, что для чего вам БМ-ный игрок, БМ-ный чар здесь? Вот для чего вам БМ-ный? Ходить на ад? На обосных драконов, что ли? Сейчас драконы максимально скучные. То есть это драконы, логово дракона рун, рунный дракон, два этапа, одни и те же, каждую неделю, каждый день. Ну серьезно, ребята, для этого брать персонажа с БМ-ом, чтобы что там, что посмотреть, просто посмотреть. Да сходи ты на легкие, просто посмотри. Все там, ничего такого особого нету. Это не ЭДН-ка с его охренительными механиками, где надо было там червей водить. Где-то прятаться, не ЭДН-ка, где надо было толкать различные... Притом определенные классы могли только толкать метеоритики, чтобы их не захерачили. Вот там, да, было реально интересно, классно. Тут это уже максимально приевшиеся инсты, ничего интересного они не выдают. Или для чего вам тоже БМ-ный персонаж? Только не говорите, что рекать Колизей. Блин, там на Колизее вообще сейчас просто пустота. Можем сразу поглядеть, кроме, наверное, меня и Госта. Ну вот Игон вчера еще порегал. Все, нету никого. БМ-ные не регают Колизей. То есть там скукотень полнейшая. Я уже какой день подряд просто на мобах. Даже один бой, играя на мобах, и все, выхожу. Потому что, ну блин, 500-600 секунд ждать один бой, это не серьезно. А чтобы регать, например, битву героев, либо аренку, либо гильдейные события, тоже лигу гильдий, вам, БМ-ный игрок, не нужен. Там честный БМ, да бога ради, прокачайте там до 80-90 уровня любого персонажа и бегайте, играйте в свое удовольствие. При том, в принципе, что и происходит, да, если посмотреть рейтинг. Ну тут пиковая дама, ляма нету. Ну вот Пеппе. Кстати, Пеппе тоже иногда попадается на Колизей, но прям, прям очень редко. Винкс, даже полляма нету. Зэнд, ляма нету. Ночь, даже, не буду говорить, даже сколько нету. То есть БМ-ных, по сути, вообще нету игроков, никто из БМ-ных не регает лестницу. Тут лестницу можно херачить просто на изи, прокачав там, я не знаю, за пару дней персонажей и ни в чем себе не отказывать. У меня такие есть персонажи тоже, даже не 140-вые. Просто докачал до необходимых скиллов и все, пошел регать. Поэтому, ребята, я вам не советую покупать здесь аккаунт. Если вы хотите куда-то влить деньги, прям реально, чтобы была польза, дождитесь открытия 20-го сервера в Perfect World. Ну и там можно в сыщика немножко влиться. То есть будет поудобнее, поприятнее играть. А те, кто хочет продать аккаунт, ну и ребята просто хотят заскочить на уходящий поезд, чтобы что-то с этой игры поиметь, потому что игра ни для кого не будет секрет, она скорее всего закроется. Ну и скорее всего она закроется, вопрос только во времени, потому что в Азии все закрылись, все закрыли. Есть еще индонезийская, мне на нее скидывали ссылочку. Будет время, может быть вам покажу. Там, да, неплохо, кстати, развивалась игра. Там есть интересные ивенты, которые еще не были даже у нас. Но, скорее всего, Индонезия его тоже поддерживать не будет. Сейчас основной упор делается на DN2. Я сегодня заходил, скачивал обновку. Там должны были добавить механиков, пока не добавили. Жду, жду, чтобы вам показать, какие будут там обновления, какие интересности. Все, тебе спасибо за просмотрюлю. Люблю, целую, скучаю. С тебя комментарии, с меня ответ, как обычно. До встречи на следующем видосике. Обнял. Приправлю. Приправлю.